Привет, дружище, меня зовут Шамбо, и мы спасаем мир от драконов в Готике 2. В прошлой серии мы на ферме Лоберта собирали урожай, разбирались с бандитами, а также встретили торговца Кантара, который нам дал пропуск в город, но потребовал, чтобы мы выполнили какое-то его поручение. Кроме того, в конце серии у меня случилась ошибка, какая была в первой Готике, я не смог сдать задание по поводу бандитов. Так, давайте расскажем Малиту, что мы победили их. Ага, так, значит не Малиту, а самому Лобарту нужно рассказать. Мы справились с бандитами, и все на ферме должны быть счастливы, больше никто не будет воровать их овец. Как понимаю, это последнее задание, связанное с фермой. И потом мы сможем получить крестьянскую одежду очень дешево. Так, Лобар, давай. Ой, так, а где же, где же отчет про бандитов? У тебя есть еще какая-нибудь работа для меня? Нет, но ты можешь спросить у моей жены или парней на поле. Возможно, им нужна помощь. Так, стоп, а почему не работает? Я же выполнил то задание. У меня было сохранение после того, как я его выполнил? Подождите-ка. Так, текущее задание рабочая одежда, попасть в город, объявление о розыске, толковина, да, вот, бандиты на ферме Лобарта. Да, я уничтожил, почему-то мне никто не благодарен, странно. Кроме того, нужно увеличить громкость, потому что музыка в меню так дико орет, что постоянно нужно уменьшать. И за громкость музыки в меню почему-то отвечает как раз эффекты, которые отвечают за громкость голоса в игре. Это крайне неудобно. Может, жене доложить, что овца спасена, точнее, овцу-то мы не спасли, которую украли у Лобарта, а вот бандитов победили. Эй, ты! Ты дашь мне поесть? Ты дашь мне что-нибудь поесть? Ты сегодня уже получил свою порцию, заходи попозже. Ага, то есть наемные работники у вас едят раз в день, замечательно. Так, ну что ж, теперь я могу, наверное, с очень большой скидкой получить доспех, правильно? Эй! Сколько стоит эта рабочая одежда? Так, посмотрим. Ты работал для меня на поле. Да. Ты помог моей жене. Точно. Теперь он пьян. Обычно он не очень-то ладит с паденными работниками. Малит говорит, что ты прогнал бандитов. Эти ублюдки доставляли нам много проблем. Спасибо, что избавил нас от них. Тридцать золотых монет. И дешевле я ее не отдам. Ты шутишь за бандитов, ты должен мне просто так отдавать. Ну ладно, а сколько у меня монет было? Где-то в районе двухсот. Давай сюда одежду. Давай тогда сюда эту рабочую одежду. Хорошо, мой мальчик. Превыше всего я ценю честность. Вот, держи. И теперь барабанная дробь. Посмотрим, какой уровень защиты она дает. Так как мы уже ее воровали из сундука. Там защита была 15. А в диалоге указано 10. Так, я пропустил. 15-15. Хорошо. Теперь мы отправимся в Хоринис. Но через главные врата я не хочу идти. Потому что, мне кажется, меня могут задержать. Так как нам бандит, которого мы уже убили, говорил, что за нашу голову назначена награда. И меня могут арестовать. Кроме того, пропуск от Кантара, по-моему, так его звали. Торговцы. Мне кажется, ничего хорошего не сулит. Но согласитесь, вы встречаетесь с каким-то торговцем на дороге, который вручает пропуск, без которого невозможно пройти в город. И просит еще выполнить какую-то миссию ему взамен, как только мы будем в городе. Явно что-то нечисто. Хильда, я могу мясо пожарить? Занят. Ты дашь мне что-нибудь поесть? Вот, возьми. Ты хороший парень. Спасибо. Теперь я буду жарить мясо, если ты не против. Жарим все мясо, которое у нас есть. Мы очень быстро жарим мясо. И как я это сделаю? Все. У меня так мало мяса было. Да, 10 штук. Хорошо, поспали, пожарили мясо и отправляемся теперь в сторону Хориниса. Где-то справа от города я видел проход. Вот куда он ведет, я не знаю, но мне кажется, что Хоринис, как и любой город, имеет тайный путь в себя. Потому что бандиты, контрабандисты явно здесь будут. Так, мне бы, конечно, спуститься как-нибудь, по-адекватнее, а не спрыгивать с обрыва. Вот здесь я, наверное, уже не разобьюсь. Аккуратно. Замечательно. Ох, здрасте, волки. Я не разобьюсь, но к вам в пасть попаду, да? Отлично. Так, еще мясо себе набрали. Так, здесь нужно очень аккуратно идти из-за того, что растительность все загораживает и ничего не видно становится. Так, вот он сам. Ай, кто это сзади подбежал? Это не было похоже на волка. Может, так, стой, стой, стой. Развернись. А, это крыса. Приманка. Отлично, крыса отвлеклась на мясо волков и пропустила им парочку ударов. Так, здесь можно пройти по этому склону внизу и около самой крепостной стены. Интересно. А крыса здесь что-нибудь охраняло? Так-то я хожу, здесь нету ничего. Ладно, спустимся вниз и, наверное, стоит пойти около крепостной стены, возможно, там кто-нибудь перелезал через эту стену, убивался, падая с нее. Так, вот дорога к страшникам. Я не хочу идти, показываться им на глаза тоже. А здесь есть какой-нибудь адекватный спуск? Так, я чуть не навернулся. А может, я вот здесь смогу запрыгнуть? Так вот, если я отсюда спрыгну, я убьюсь или нет? Вопрос. Прыжок. Нет, я не разбился. Я только достал лук, и меня городской страшник не видит. Надо убрать лук, иначе увидеть-то мне будет очень-очень плохо. Так, как бы сюда запрыгнуть? Нельзя. А тут? Тоже нельзя. Стражники, вы никого не видите. В смысле? Вот. Это было как-то странно. Так, тут я допрыгну. Ай-яй-яй, чуть-чуть. Наверное, вот здесь можно запрыгнуть же. Ну, хватит, ухватит за уступ. О, да. То есть, вот так можно пробраться в город, и все. Изи. Давайте запомним это место. Но посмотрим по тропинке, что здесь. Кроме того, если я так проберусь, меня потом не посадят в тюрьму. Они же меня никто не видел, никто не знает. Ладно, посмотрим. Так, что здесь? Лечебная трава. Еще одна лечебная трава. Черный гриб. Может, около стены пройти? Там будет что-нибудь? Так, но здесь я уже не запрыгну, опять-таки. Ржавый меч. Стоп, а я как-то очень плохо навожусь на предметы. То есть, раньше, в первые годики, если я вот так смотрел на вот этот топор, он у меня бы отображался. А сейчас мне нужно чуть ли не вплотную подойти и посмотреть на него. Обнаружение предметов стало похоже. Заметно похоже. Так я могу просто идя по привычке, несмотря себе под ноги, что-нибудь да пропустить. Так, я подобрал молот. Молот. А где он? Видимо, кузнечный. Ладно, пусть будет. Кочерга. Пила. Серебряное кольцо. Вот это хорошо. Задорого. Можно продать наверняка. Так здесь прямо кто-то их убил. Следы крови. Мне аккуратнее стоит перемещаться? Вроде врагов я не наблюдаю. Так, еще лечебная трава, лечебная трава. И еще лечебная трава. Главное не навернуться сюда. Или это все как бы... Мне кажется, я вот здесь могу пройти по этому уступу. Так, а это кто лазит? Полевой хищник. Мы сражались с маленькими полевыми хищниками. С молодыми, по-моему, так они называются. Вот со взрослой особью я не уверен, что справлюсь. Давайте попробуем по краю тут пройтись. Опаньки. Отлично, удалось. И подошли вплотную к стене. Но с учетом того, что я знаю, где здесь можно перелезть через стену, никаких проблем это не составит. Так, а что здесь около стены есть? Ну, тут, видимо, не пройти. Так, а вот здесь, например, я смогу запрыгнуть? Высоковато, да. Чрезвычайно высоко. Ну, давайте осмотрим, что с восточной стороны города есть. И кто здесь нас захочется есть? Так, один полевой хищник и больше никого. А у меня есть стрелы? 15 штук. Ну да, можно пострелять. А то я уже не помню. В самом начале мы получали стрелы и очень быстро все их истратили. Так, здесь есть куда-то подъем. А лестница? Так, там мухи. А тут волк. Иди сюда. Упс, я очень неудачно упал. Но волк меня уж точно не съест. Отлично, новый уровень. Что мы получаем? 10 очков обучения и 12 здоровья. И немного мяса волка. Давайте подкрепимся и восстановим здоровье. Раз, два. Пока еще мясо работает для лечения. В дальнейшем я сомневаюсь уже. Так, кровавая муха. Понято, что нам сюда лучше не стоит идти. А все потому, что... Потому что мы встречали мелких кровавых мух. Так, это ведет к Хоринису. А второй вот значок. В таверну. Нет, пока напиваться мне рано. Я еще в город не попал. Как же за этими елками ничего не видно? Так, здесь еще есть один волк. Я понял. Волк, иди ко мне. Не хочешь? Ладно, я тебя расстреляю, если увижу. Так, я тебя, конечно, вижу, но я в тебя не попадаю почему-то. Почему я такой косой? Вот же волк. В чем проблема в него попасть? Я специально, что ли, мажу? Вот цель захочена. Ну, неужели? Сколько я стрел на это потратил? Ну, где-то с десяток точно, потому что, по-моему, я до этого стрелял. Либо 14 стрел на одно попадание. Это насколько же я косой должен быть? Кроме того, куда мои стрелы улетели? Разве я не должен где-то их тут подобрать? Или во второй готике... Так, я слышу. Я слышу зверя. Или во второй готике механика подбора стрел не работает еще. Так, ты кто? Волк, иди сюда. Мне кажется, тебя проще в ближнем бою одолеть. Готовы, лечимся. Я слышал еще жужжание какого-то жука тут. Вот опять же на ухо. Мне кто-то так жужжит. Кто это? Пока непонятно, но главное, чтобы этот кто на меня не набрасывался. Это самое важное. Так, здесь парень на дороге. Я с ним встречаться не хочу. Мне кажется, он из стража. Да кто тут так хрумкает? Явно звук, как будто какой-то жук что-то жрет. Такой здоровый жучара, как майский, юньский. Ящик нельзя вскрыть. Болотная трава, будем самокрутки крутить. Еще одна. Может, ему взятку в виде болотной травы предложить? Вот если я пройду здесь под мостом, они меня заметят. Мимо вот этого парня по дороге я уж точно не пройду. Здесь, мне кажется, у меня есть шанс. Нужно идти очень аккуратно. Черт. Стой! Да? Ты похож на нищего. В этом городе нам не нужны люди, у которых нет денег. Но у меня есть пропуск. Он годен только для других ворот. До свидания, я ухожу. Так, значит, пропуск все-таки работает. Я раньше очень сомневался в этом. Думал, что нас решил Контар как-нибудь подставить, обмануть. Например, мы с этим пропуском подходим к воротам. Нам говорят, что пропуск недействительный. Мы оказываемся в тюрьме. И Контар снова предлагает какую-нибудь помощь, например. Я вызвали у тебя из тюрьмы, но ты должен убить моего подельника. Или еще что-нибудь в этом роде. Так, мухи. Вот здесь тоже стена очень низкой кажется. Нет. Стоп, она аж отвесная. Такой можно при желании забрать. Если, например, на вот этот зубец закинуть веревку и потом спокойно перебраться. В чем проблема? Так, лодка. Вопрос, что здесь лодка делает? Это вообще куда-то подъем. Так, надо взять лук и просканировать крестность. Мясной жук. Гигантская крыса одна. Так, вторая гигантская крыса. Она будет, наверное, первой моей жертвой. Может, она где-то рядом. А нет, тут три их даже. А вот кто меня заметил в первую очередь. Так, надо подальше от дерева отойти. Получай. Так, отлично, тебя без урона побили. Так, вторая гигантская крыса. Она где-то тут хотела спрыгнуть. Куда она делась? А она спрыгнула все-таки вниз. Так, иди сюда, крысяк. Главное, чтобы вот эти не заметили и меня не окружили. Так, промах. Попал. Дважды попал. Отлично. Эти меня не видят. Не видят замечательно. Крапиву взяли и немного крыс. Так, мясной жук. А дай мне свое мясо. А тут вас даже два. Я с удара мясного жука не могу убить. А еще третий мясной жук. Так, как бы мне не убийца убивает тебя. Хотя мне кажется, если я отсюда свалюсь, ничего страшного не случится же. Так, тут нечего делать. Где еще один мой мясной жук? Я трех убивал. Вот он. Так, крыса. О, крота-крыс там впереди, правильно же? На него нацелиться не могу еще. Слишком далеко. Крысы меня уже заметили. Это явно крота-крысы. Опа. Вы застряли? Молодцы. Опа. Да, они застряли в текстурах. Это мое преимущество. Главное, к ним близко не подходить. Почему я их не могу никак добить. Отлично. Да ладно. Одна побеждена. Вторая сейчас тоже побеждена. Замечательно. Без повреждений получаем опыт. Крата-крысы, они вроде как бы слабые. Но в то же время, мне кажется, они мне не по зубам еще. Поэтому, ну их. Давайте пойдемте ближе к воротам, к стенам. Явно здесь какая-нибудь нычка должна быть. Вот просто вспоминаю первую готику и квартал, где жил Гомес. Верхний, по-моему, он так назывался. И туда можно было попасть. Я в самом конце обнаружил через склад, прыгая с крыш какого-то здания. Правда, в обратном порядке. То есть я со склада выпрыгнул наружу, а не внутрь забрался. Так, крота-крыс, до свидания. Так, хорошо. А ты чего остановился? Я тебя оглушаю, что ли, своими ударами? Или ты мирный крота-крыс? Погоди. Он как-то очень странно себя вел. Очень-очень странно. Сейчас я с твоим братом разделаюсь? Так, да, он как-то тормозит и все. Почему? Ну, не знаю, сейчас я с ним просто прошел возмен, чтобы время не терять. Так, подобрали синюю бузину. И я вижу пещеру. Я вижу пещеру, это хорошо. Кто в пещере может жить? Маракорис. Это самая первая мысль, кто может жить в пещере. Так, лук. Мясной жук, мясной жук. Крыса. Крыса меня видит. Крыса на меня скалится. Крыса ко мне идет. И крыса умирает. Так, мне нужно подлечиться мясом? Пам. Пам, отлично. Подлечились мясом. Теперь. Стрела. Хорошо. Еще стрела. Так, мясные жуки. Я слышал еще одну крысу, по-моему. Или-то так жук зашипел. У меня есть, конечно, два факела, но мне что-то не хочется их использовать, потому что, если я до ночи не доберусь до города, но я думаю, успею, то будет очень темно. О, а это будет очень плохо, я ничего не буду видеть. Так, а здесь кто-то может жить. Видите, вот ящики, свечка, явно ее не крысы зажгли, черные грибы. Здесь в ящиках ничего не спрятанно. Тут тоже. Так, стоп, что это? Опять черный гриб. Хорошо. Так, и до того, но я не сохранялся. Надо исправить эту ошибку. Потому что мир готики такой не сохранился. Сейчас переигрывай полчаса. Если умрешь. Легкий топор орков. Может, он настолько легкий, что я сейчас смогу его использовать? Легкий. Требуется сила 50. Да, всем бы такие легкие топоры. Мясной жук, иди сюда. Стоп, погодите-ка. Жук, отстань, там я вижу костер. А если там есть костер, есть большая, огромная вероятность, что там живут какие-нибудь бандиты. Так, надо сначала со жуками разобраться, иначе они будут сбивать мою атаку на себя. Так, готово. Да, там есть какой-то мужик вот стоит. А кто он? Бродяга. Вопрос. Бродяги со мной будут драться? Или если я на них нападу, я совершу акт агрессии? Так, мясной жук, мясной жук, мясной жук. Я пришел к вам с миром. И ржавым топором. Я разорву тебя на куски. Понято. Они совершенно не мирные, они бандиты. Хорошо, у меня для вас будет, по-моему, один огненный шар. Или несколько огненных стрел. Все, они за мной не бегут. Так, посмотрим, что из магии есть. Так как они в доспехах, с ними я не справлюсь. Огненная стрела 2. Один огненный шар. Свет это не поможет мне. Три свитка есть. Думаю, пора использовать их. Так, я здесь видел где-то еще бузину, как пробегал мимо. А вот сейчас я не вижу свершения. Кстати, у меня магия-то полная. Да, полная. Отлично. Итак, давайте со стрелы начнем. Огненный. Сейчас ты получишь. Ты уверен? Ух ты. Да я могу получить, действительно. Опаньки, я застрял. Я застрял в костях. Все, я с атаки вышел из этого скелета. Ох, как это хорошо. Иначе можно было заново загружаться. А, хлеб, ягода, золото. Так. Но на него как-то очень плохо огненная стрела действовала. Даже двух не хватило. То есть, одна огненная стрела наносит 30 единиц урона, 2, 60. У него здоровье где-то 70. У меня самого 64. Либо он третьего уровня был бандитом. Либо доспех дает защиту от огня. Хорошо. На пятерку будем использовать сейчас огненный шар. Там еще вроде один бандит, который бродяга был. Так, стоп. Я сейчас ничего не использую, потому что у меня мана-то нет. Прибавка 10. Огненную крапиву сажрать. Я лучше бузину съем, она чаще встречается. Так, огненный шар. Я разорву тебя на куски. Правда, что ли? Да, ты можешь меня разорвать на куски, но ты горишь, ты горишь, парень. Успокойся, ты горишь. Ай, больно. Не надо на куски меня разрывать. Но он был близок к этому. А, лечебная эссенция, яблоко, сыр и немножко золота. Эй, я все собрал с тебя? Вроде бы да. У него есть меч. То есть не какой-то ржавый, а нормальный меч. Где он? Срочно мне этот меч. 18 единиц урона на 3 больше. Так, вооружаемся и пожрем мясо. Кстати, а мясо-то у меня кончается. Ладно, сейчас на костре нажарим в любом случае. Поели мясо, немного хлеба и кусочек сыра. Нет, сыр какой-то очень хороший. Еще рыбу сожрем. Так, что они там прятали, эти бродяги? Возможно, они связаны с каким-нибудь заданием будут. Так, здесь есть костер. Я слышу мясных жуков. Здесь сундук, стрелы. Так, еще стрела. И еще стрела. Что на сундуке? 10 золотых. 3 рыбы. 1 селедка. Это все из-за чего я старался. Хотя тут стрел довольно-таки много. Вопрос, это стрелы от этих бандитов. То есть они атаковали так приежних жителей. В смысле. Или они были до этого? Я не могу использовать вот этот котелок. Почему? Нет, не работает. Ладно, мясные жуки. Пришел час возмездия. Готово. А еще ржавый меч подобрали. Мясо жука. И это еще что такое. Но тут полно жуков. Вот это что за статуя? Факел я зажигать не хочу, но чисто визуально она напоминает мне статую орков из храма спящего. Вопрос. Кто и зачем построил в пещере статую орков? Тут умер какой-то урочий герой. Так, готов еще один жук. Так, и третий где-то здесь лазил. Или он уже убежал? Мне казалось, тут три жука лазил. Ладно. Собираем их мясо и выбираемся. Кость скелета. А зачем? Что она дает? Я могу костью скелета драться? Серебряное кольцо, молот, тряпка, пила. Куда? Нет, просто десять золотых стоит. Кость скелета. А что я другие кости тогда не собирал? Мясной жук. Все, все, что можно было в этой пещере собрали. Давайте дальше осматривать территорию около стены. Пока еще не вечереет. Это замечательно. Очень хорошо, что я поспал и затем двинулся в путь. Синя Бузина, идешь ко мне. Иначе, если бы я днем или вечером двинулся, мне кажется, сейчас бы потемнело и был бы либо ранний вечер, либо уже ночь. Сейчас, по чувству, день где-то часа два или три. Нечебная трава. Так, вот здесь тоже низкая стена расположена. Я смогу запрыгнуть? Нет. Здесь не получится. Так, тут врагов нет. Промониторили? Нет. На радаре все спокойно. Спокойно-то споко... А, вот и все. Сюда я смогу запрыгнуть? Да ухватись ты. Ухватись. Нет. Так не работает. То есть, с этой стороны нам смысла проходить дальше некуда. Можно, конечно, попробовать вот здесь забраться куда-то по тропинке. Посмотреть, что там. Но чисто технически я уже нашел путь в город, в обход стражников. Поэтому давайте посмотрим, что наверху тут. Так, а это еще что за странный такой путь? Запрыгнуть можно? Нет, запрыгнуть нельзя. Но выглядело так, что можно. Поэтому не будем рисковать. В текстурах никто никогда не хочет оказаться. А вот эти зеленые здоровые грибы почему нельзя брать? Они очень сильно выделяются, но нет. Не хотим. Так, к мухам я не пойду. А вот здесь можно пойти куда-то по дороге еще наверх. Давайте, во-первых, сохранимся. Если я встречу какой-нибудь опасного монстра, например, как Глорха, Орка. Кстати, Орка мы встречали. Точнее, встречали статую Орка и топор Орка. Это намекать на то, что они где-то тут да могут быть. Падальщик. Ага. Падальщик. А ты силен или нет? Нет. Здравствуй. Да, ты тоже рад меня видеть. Да, он силен. Нужно будет от него уворачиваться. Хотя нет. Тряпка. Но опыта 70 получил. И забрал его мясо. А мясо между тем у меня кончилось. Лечимся сыром. И надеемся, что мы встретим какую-то телегу. Что это за тележка? Хоринис. А это... Это какой-то маяк, а тут два падальщика. Так это обычный, это тоже обычный. Можно вы по одному ко мне подойдете? Да, идите по одному ко мне сюда. Хватит орать, иди сюда. Молодец. Укусил засранец все же. Но он кусается не больно. Так, а кто там стоит? А, бандит. Ага, сейчас. Только к бандитам не оставалось идти. Значит, побьем падальщиков, вернемся к городу Хоринису. И предлагаю смотреть, что к западу от города. То есть, с левой стороны будет. Потому что вот сейчас к этим бандитам это самоубийство идти. Потому что я встречал кого? Бродяг. И бродяги очень много проблем мне доставили. Можно разве что глянуть, что здесь охраняют падальщики. Нет, тут бандиты, они неплохо так вооружены. К ним я идти, соответственно, не хочу. Можно попробовать дальше тут по дороге пойти. Но мне кажется, я уже занимаюсь какой-то ерундой. И нужно идти в город. Здравствуй, волк. Иди сюда. Так, а ты какой-то здоровый волк. Прошлые волки уже были умерли. 60 единиц опыта. А сколько я за волка до этого получал? И я вижу еще одного волка. Так, тут что-то магическое. А нет, это вода капает. Да он какие-то магические разводы. Ох, два волка. Я думаю, с вами смогу справиться. Но подходите по одному. И где они? Они же меня заметили. Чего? Так, здесь гигантские крысы в этой воде. Хм. Ну, давайте еще постранствуем здесь, полазим. В любом случае, вход в город найден. А в Хоринис я пойду в следующей серии. Потому что, если сейчас осматривать, это будет неполноценный осмотр. Думаю, времени довольно-таки много уже прошло. Волки. Давайте по одному. Они где-то тут застревают. Почему они дальше не идут? Да. Они просто ждали, чтобы я начал менять... Ах, какие вы шустрые. Да, здесь какие-то дикие волки. Так, одного побил. Второго побил. Но они какие-то гораздо быстр... Более быстрые, чем те, которых я встречал до этого. Так, это нехорошо. Ладно, выпьем. Нет, не буду я зелье тратить. Я лучше хлеба пожру. Правда, он мало восстанавливает. А селедка, где моя селедка была? Она двадцатку вроде восстанавливает. Давайте съедим селедку. Хотя селедка, может она по заданию кому-нибудь понадобится. Просто она как-то не в позиции вместе с другой едой находится. Ладно, селедку трогать не будем. Сожжем мясо жуками снова. Можно было, конечно, похлебники поесть. Ладно. Так, смотрим дальше. Что тут волки охраняли и сторожили? Аж три штуки. Потом можно сходить к крысам. И... не знаю. Возможно, пора будет возвращаться. Перелезать через стену. И в следующей серии осматривать Хоринис. Мухи меня не видят. Ой, а это вообще куда путь? Это путь к какой-то кровавой пещере. Маракорис. До свидания. С вами связываться я не желаю. Как минимум еще уровней 15. Давайте побьем крыс тогда. И, наверное, уже пора возвращаться. Потому что здесь уже встречаются всякие. Маракорисы. Еще кто посильнее встретится. Обойдем на какую-нибудь стою троллей. Так, крыса, стой на месте. Почему я так плохо попадаю? Почему я такой косой? Вот я в упор не могу попасть в эту крысу. Готово. Разобрались. Что вы тут сторожили? Тут прям какая-то темнота. Болотная трава. Еще одна болотная трава. И еще болотная трава. Ну, хорошо, что не болотажеры здесь. Хотя, если бы был болотажер, я бы сразу развернулся и пошел бы к нашей стене, к нашему лазу в город и перелез бы через нее. Лук для прицеливания. Я кого-то слышу. Я кого-то очень четко слышу. Лук для прицеливания. Так, здесь мухи, а что дальше по дороге? Кто-то с красными глазами. До свидания. Ой, я как-то неудачно прыгнул. А этот кто-то с красными глазами отстал. Он за мной вообще, мне кажется, не погнался. Но это намекает на то, что пора уже к стене. Итак, как буду около стены, вернусь. Продолжаем. Вот перед нами город. И мы ходили в эту сторону. Теперь давайте сходим в эту сторону. Что здесь нас будет ожидать? Я вижу мух. Кровавая муха. Это вроде не молодая. Вот какие они сильные, вопрос или нет. Давайте попробуем с ними подраться. Если что, можно будет убежать на ферму. Ну, а там крестьяне с ними разберутся. Ну, или мухи с крестьянами. Так. Вы какие-то дерзкие опять же. Ай, не окружайте. Не окружайте меня. Так, они слишком дерзкие. А я убегаю в ужасе. Попутно можно убегать и пытаться смотреть то, что у вас к западу от города находится. Так, мухи отстали. Больше не жужжат. Это хорошо. Здрасте. Снэпер, который глорх. Нет, вот к вам мне явно рано идти. Теперь бежим мимо мух. Может, я смогу их обойти как-нибудь с этой стороны. Главное сейчас на кого-нибудь еще более сильного не нарваться. Так, мимо мух. Замечательно, я нашел волков. И получается, что с западной стороны от города явно в него не пробраться. Там можно встретить глорхов, можно встретить мух, которые тебя сожрут. Можно встретить волков, которые стали какими-то люто-быстрыми. Все отстали от меня? Да. И тогда давайте отправимся в город через наш проход, который мы обнаружили через стену. Самое простое. В город, конечно, можно, как понимаю, попасть несколькими способами. Во-первых, это через пропуск. Я раньше думал, что пропуск будет какой-нибудь паленый. Но нет, все в порядке, и стражники его одобряют. Далее можно приставиться фермерам, сказать, что мы идем к кузнецу. Так, а где я здесь увидел, что можно пробрать? Так, стоп, а где я действительно видел это? А вот, вот тут стена низкая. Так вот, запрыгиваем. Почему? Почему? Я, мол, я аж тут запрыгивал. Вот, отлично. Все, мы на стене. Кроме того, вот интересно, я аж не разобьюсь, если спрыгну. Надо это тоже протестировать. Идем похлебку. Так вот. Первый путь через пропуск. Но мы будем должны контару. Кроме того, он в любом случае, наверное, потребует от нас что-то. Второй путь, как фермер. Представившись фермера, мы идем к кузнецу. Тра-та-та-та-та-та. Потом можно пройти за деньги, как я видел. Ну и, наверное, вот так пролезть. Сейчас я попробую не разбиться. Если это падение будет смертельно, то придется использовать пропуск. Прыг. А, все в порядке. Ну, тогда в следующей серии будем обследовать город. Правда, не знаю. Может, меня задержат, потому что меня здесь раньше не встречали. Ладно, смотря куда-нибудь вперед, на стражника этого остановимся на сегодня. Итак, спасибо всем за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok